Штук. Идём умываться. Опа! Воды в гостиничном номере нет уже три дня. И так практически везде. Видеоэкскурсию по гостинице в турецком Кемере проводит москвич Евгений Шульга. За 11 ночей на пятерых выложил почти 200 тысяч, а получил грязный номер без удобств. 150 человек вместо роскошного отдыха живут дикарями, хотя покупали путёвки в отель 5 звёзд. Он после ремонта, просто супер были у него отзывы. Он соответствует реально трём звёздам, больше здесь их нет. После многочисленных жалоб администрация предложила переехать в другой отель, но с доплатой. 500 долларов с каждого номера. Разгневные гости устроили скандал. Ваучеры отправлены в данный момент в офис. Офис будет распределять. Это центральный офис компании «Анекс Тур». Именно она продавала путёвки. Отвечать на вопросы журналистов здесь категорически отказываются, а своим туристам откровенно лгут. Во второй половине дня мы получили ответ, что на сегодняшний день руководство отеля подтверждает, что всё исправлено и жалоб нет. Проблемы у российских туристов возникли сегодня и в египетской Хургаде. Елену Никулину отказали заселять в отель. Оказалось, что в броне она оформлена как подданная в Великобритании. Для англичан путёвка дешевле, чем для россиян. И Елену попросили доплатить. 12 часов мы провели в совершенном неведении, что нам делать, как нам быть. В аналогичной ситуации оказалась ещё одна семья. Выяснилось, что и Елена, и её коллеги по несчастью оформляли путёвки не через турагентства, а на сайте онлайн-бронирования. По словам экспертов, если вы приобретаете путёвки через интернет, вы сами несёте ответственность за любые последствия. Что касается ситуации с Санэкс-туром, то с руководством компании уже связались представители Российского союза туриндустрии. Туристов переселяют в два отеля, пять звёзд рядом, отели проверенные. И туроператор уже сейчас думает о том, чтобы такое предложить туристам в качестве компенсации. Тем не менее, по нашей информации, в неблагополучный отель на место переехавших селят новых туристов из России.